При неправильном обращении голубое топливо превращается в смертельную угрозу. Это подтверждают регулярные случаи хлопков бытового газа. Один из последних в Магнитогорске заставил правительство страны задуматься над новым техрегламентом в газовой отрасли. Основным методом профилактики по сей день остаются плановые проверки внутридомового оборудования и разъяснительная работа с населением. Вообще мы сами можем обнаружить утечку газа. При утечке в помещении появляется яркий неприятный запах. Сам по себе природный газ не имеет цвета и запаха. Но для обнаружения утечек на газораспределительной станции его одарируют. То есть добавляют специфический искусственный запах, который человек может почувствовать. Чтобы обезопасить граждан, Минстрой предложил пересмотреть технические требования к одарации. Жители быстрее почувствуют утечку, если в природный газ добавлять те же пахучие сернистые соединения, но в большей концентрации. Впрочем, нельзя забывать и о базовых правилах использования газового оборудования. Во время работы газовых приборов самое главное – обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или окно. Также необходимо контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. И, наконец, надо допускать в свои квартиры специалистов для проведения технического обслуживания. Сразу после трагедии в Магнитогорске депутаты Госдумы вновь заговорили о запрете газификации жилых домов. В новостройках, по мнению парламентариев, электричество может полностью заменить газ. Те дома, которые уже газифицированы, следует постепенно переводить на электричество. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.